Вечер, Олег Геннадьевич, хочу вам выразить свою благодарность за вашу щедрость, за то, что делитесь с нами знаниями. Я уже давно вас слушаю, даже не помню, сколько. Мне одна женщина сказала на пробежке, что у нее есть кассеты с моими лекциями с 2000-х, ну где-то 90-х с чем-то годов. Я в 98-м начал читать лекции. Моя жизнь очень сильно поменялась, благодаря этим знаниям, они очень практические. У меня вот такой вопрос. Я вот сколько помню, когда я была совсем маленькой, у меня все время снился такой сон, и он все время повторяется. Давайте, да. Там, где я взлетаю и лечу, да, и когда я была маленькая... Руками махаете? Да, я взлетала очень высоко и прям летала на цвете. Летала, махаете вот так, да? Летаете вот так, машете. Мне тоже снятся такие сны. Так летишь. Кому снятся, что машешь руками, летишь вот так. Это, ну как бы в одной из прошлых жизней человек, когда птицей был, он там налетался, запомнил, летает, ну хорошо. Я тоже летаю иногда так, лечу, лечу куда. Отлично. Только в этом сне, да, у меня все время такой страх, я не управляю полетом, и что я все время во сне ищу дом. А где же мой дом, надо вернуться домой. И вот я пролетаю над землей, там, как прахом, над полями, много что, да? Ну, перелетные птицы. Перелетные птицы. Перелетные птицы. Не летят все время домой. И все время ищут дом. Ну вот они, перелетные птицы, летят домой. И вот перед тем, как притекла, мне приснился сон, опять я взлетела, но рядом со мной была еще моя Илья, мама Божья. И я ее как будто вот так обнимаю, и вместе с ней взлетали, и мы летим. А потом там были какие-то существа, они были в теле людей, и они как будто нашу душу хотят забрать. И я матери говорю, молитесь, говорите, аль-хамду-ли-ля, аль-хамду-ли-ля. А она говорит, я не знаю никаких молитв, я говорю, ну хотя бы пасмоля рахмал-рахим. И в этот момент я начинаю петь, вот, аль-хамду-ли-ля, я бахал-раха. И вот эти, ну, молитвы начинают петь очень громко. И, ну, вырываясь я туда от них. Это уже, это уже вы рассказываете другую тему. Тему переселения души. Это уже, как бы, ну, это такой сон. Это с прошлой жизни. Это ваш опыт, ваш опыт с прошлой жизни. Когда человек видит такие сны, он все равно обуславливается сильно своим внешним видом, своим телом. Это все могло происходить в других телах совершенно, по-другому. Я много таких снов видел. Я видел сон один раз, как мы идем в огромный такой, огромная планета, гораздо больше, чем земля. Высочайшие деревья, огромная просто река, нереально просто таких здесь вообще на земле нет. И дерево одно огромнейшее, несколько километров, оно через реку вот так упало и лежит. И через него мы переходим, как по мосту. И один ребенок у меня срывается и падает в пучину от воды. Ну, потому что поэтому я и видел сон, что вот эта трагическая такая ситуация на памяти отложилась. Но я был в женском теле. Я потом понял, что это я не мужчина, а женщина. И это огромная планета, красивая. Она выше земли, похоже, как находится. Поэтому мы много жили в разных телах. Я, так как я изучаю, это я много вижу, ну, понимаю, осознаю себя в прошлой жизни. Люди в основном что-то видят, они не сильно понимают, что это было. И то, что вы вчера говорили. Ну, еще раз поговорите об этом с ней, еще рассказывайте. А, вот этот сон, ну, у меня во сне, вот, когда я лечу, у меня всегда вот этот страх, что я не могу вернуться домой. И один раз у меня, вот, перед тем, как я в половину счета поехала на ситую землю, у меня был этот сон, что... Пять жизней назад этот произошел. И это выше земли, это райская какая-то планета. Мы пять жизней назад были на райской планете, и там эти события все происходили. А на райских планетах там нет грубого тела. Там в психических телах живут, поэтому там могут быть и вот такие вот сущности всякие. И там летают они, там грубого тела нет, человек может так спокойно подниматься в воздух, как ангелы летают же. И поэтому там молитвы вы читали, все совпадает. Я начинаю даже чуть-чуть видеть это место через вас. У вас сильная связь с этим местом. Да, у меня есть такие, некоторые сны, которые, они воплощаются потом в будущем. И многие сны, некоторые сны, я очень ярко настолько проживаю, что, мне кажется, они реальные реальности. Однажды, как вы говорите, вы были в теле женщины, а он приснился Бог Шипа, но я его вообще никогда не видела. И я его прям полностью аватаровал, весь прожила, полностью все это видела. И у меня настолько впечатлен было, впечатлена была. Да, 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 вижу это, ваше вижу. Но он как раз и дает способность видеть будущее, прошлое. И у вас это еще раньше, это где-то уже 6-7 жизней назад вы жили там, в этом месте. И вот это то, что вы говорите, будущее, когда оно у меня приходит, знание, и у меня внутри сердца такое спокойствие. Будет так. И вот внутри появляется такая смелость, нет вообще никаких страхов. Это хорошее, правильное понимание, правильное понимание, от Бога приходит знание, от Бога. Да, все правильно вы говорите, так все и есть. Это похоже на истину. А когда люди чего-то, о-о-о, вижу, что все, о-о-о, это вот от духов идет, от злых. А когда спокойствие, чистота, твердость внутри, вера, это от Бога приходит знание. Вот этот момент, о чем вы спрашивали, получается, если мы подбитываем вот эти свои страхи, они реализуются, да? Или когда мы молимся... Это не совсем так. Страхи – это связь со злыми силами. И не то, что они обязательно реализуются, просто есть страхи из прошлого. Я же вам рассказывал, что когда человек точно чувствует через страх, что будет, он боится. Вот она, видите, сказала будущее. Оно же может быть плохим, но оно всегда торжественное такое, да? Даже если это плохое, то все равно нормально, да? Просто как торжественно, ты не боишься ничего, просто видишь ясно, чисто, торжественно, как будто чистое такое, как будто неземное видение. Это все будущее. Оно ясное, чистое, светлое, торжественное будущее. А когда человек боится чего-то, высоты там, одиночества, чувствует, что бросит, еще что-то. Это все прошлое. Оно в виде страхов состоит и реальных, конкретных ощущений. Ты конкретно что-то чувствуешь и думаешь, что это будет с тобой. Но это уже было. А вот видение будущего, вот как вы описали, так оно и есть. И это видение дается как дар Божий человеку. Вот оно может быть не оформлено, просто предчувствие в виде каких-то ощущений, какого-то такого напряженных ощущений, не оформленных. Это видение будущего может быть не оформлено, а может быть оформлено в виде ясных событий каких-то. Это тогда в этом случае это уже дар Божий. То есть Бог даёт некоторым людям возможность ясно видеть будущее, какие-то картинки, которые будут торжественно видеть всё это в будущем. Вот сзади вот женщина вы, да? Вам вчера-то было интересно, я вам рассказывал, вот семинар. Да, это было не связано. А? Как будто бы было не связано. Всё было из разных сетей. Это сложная тема. Мы же говорили с вами о видении будущего, и поэтому я говорил разные аспекты видения. Я брал аспекты, связанные с судьбой, как человек рождает, что такое судьба. Это то, что мы видим своих родственников, это судьба. Потом я говорил о прошлом и будущем, говорил о прошлых жизнях. То есть я разные аспекты говорил о вере, что если человек, допустим, суеверный, то он запутывается видеть не то, что есть на самом деле. Было не связано, потому что я мог одну тему, там, суеверие, обсуждать её всю лекцию. А я вам разные аспекты давал этого понимания. Потому что это очень обширная тема. Там много всего есть. Просто вы почувствовали, что вы всего этого не знаете и не понимаете, да? Вот так вы почувствуете. Да, это лоскутки, потому что если говорить глубоко, то надо брать одну тему и обсуждать, обсуждать, обсуждать. А я вам брал разные варианты, моменты. Можно, да? Угу. Олег Евгеньевич, смотрите, я сильно обидела зятя. Я не оценила его труд, оскорбила. Не знаю, это была акрессия такая. Бывает, бывает такое. И сейчас, вот буквально перед этой встречей, пришла сестра, его жена. И сказала, что он запретил со мной общаться. Я не знаю, как быть, она просит, чтобы я пришла, поговорила. Я ничего не могу объяснить. У меня внутри пустота. Почему я так сделала, не пойму. Слова не могу изложить. Вот. То есть вы сделали плохо ему, да? Да, да. Ну, зять, это, по-моему, это муж дочери. Взять. Это муж дочери взять, так? Да. А? А муж сестры, да, это другое. Это не зять. Зять оскорбить, это милое дело. Что еще? Это же... Одно удовольствие взять, а я люблю шуровать. А тут, как бы, непонятно, да, зачем, вроде бы, как бы, не такие близкие родственные связи. Смысл какой? Мы работали вместе. А, работали. По работе, да. По работе. По работе. По работе. По работе. Перенес на личное, я не знаю. Сейчас вы не работаете вместе уже? Ну, с 18-го числа не работаем. А, так сильно поругали, что... Да, он написал заявление на вольные, да. А, вон, вы были его начальницей. Да. Это была ошибка. Не надо было брать на работу, не берите на работу родственников. Дальше будет разрушение, просто отношения, все. Какой выход вот сейчас? Притвориться, чтобы сохранить отношения? Извиниться, да, сказать, извините, я виноват, да. Но это все равно не поможет. На вас действует очень тяжелая, такая, нехорошая карма сейчас. И она будет вам мешать жить серьезно. Сейчас она начала воплощаться в жизни. И самое лучшее, когда такие силы жесткие, злые действуют, то лучше всего извиняться, как-то по-доброму, как бы, все это, заминать тему. Не настаивать, на принципе, не идти. Угу. Спасибо. На работу не прониканчиваем. Назад? А он не пойдет. А он не пойдет. По-доброму, как-то так сказать, извиниться. Но общаться все равно вы с ними не будете. Если вы извинитесь, то вы с сестрой, по крайней мере, отношения сохраните. А если не извинитесь, то у вас пойдет дальше. И с сестрой тоже. Угу. Угу. Хорошо. Не надо родственников на работу брать, особенно в подчиненные. Это вообще это гибло дело. И родственникам не надо взаймы большие деньги давать. Надо просто дать сколько можешь помощи какую-то. И не забыть о них. Если дать взаймы, все, разрушились отношения. Потому что когда родственники берут деньги родственников, они считают под своими деньгами. Я могу находиться в заблуждении во определенных вещах? Так, мандаринка, мандаринка где у нас? Вот, молодец, поймала. Я хотела узнать ваше мнение по поводу одного момента, в котором, возможно, я заблудилась. Но я ищу ответ. Если мы говорим, что жизнь, все-таки к нам приходят все события пока. Если мы, обращаясь к Богу, просим о том, чтобы какая-то ситуация разрешилась, болезнь, обучение, путешествие, переезд, неважно, что это может быть. Почему свыше нам должны исполнить нашу просьбу, если мы это заслушаем? Ни фига не должны. Тогда о чем мы должны просить Бога? И вообще должны ли мы просить, если такие события происходят, и они нам для нас... Не должны. Знаете, Бог, он такой, на небе сидит такой, злой, блин. Он всех, как сказали, надоели же меня, замучили всех. Казните, как бы. Никого не милают, все. Поэтому ничего не должны. Он будет все равно наказывать, все козлы, блин. Ничего миловать не будет. И родители тоже не должны. Вот, допустим, ребенок провинился, все наказать, блин. Даже если он, допустим, говорит, простите, мама, папа, все равно наказать. Да, извини, да, провинился, все тогда. Вот. И лечить людей тоже надо. Болеть же по судьбе. Все, как бы. Доктор сказал, морд, значит, морд. Может, в реанимацию? Нет, морд. А что, говорит, я еду вперед ногами? Я же еще живой. Ну, что, на коляске перед ногами? А мы же еще не приехали. И к тому, что если справедливость выше любви, и если каждый человек получает по заслугам, тогда о чем нам просить Бога, если Бог, возможно, даже вообще вмешиваться не будет, потому что, ну, каждый получает свое. Ну, я же говорю, что он злой, на туче сидит, и он... Нет, никто... Я так и не думаю вообще. Просто я думаю, если все-таки молиться, тогда почему? Ну, хорошо, но если ваш ребенок просит вас прощения, вы поставите его в угол или нет? Я считаю, что если он виноват, он должен получить наказание. Ну, а если он раскаивается? Если человек убил и раскаивается, значит, ему не нужно наказать. Нет, ну, вы поймите, есть преступления, есть проступки, есть ошибки, это разные совершенно вещи. Даже при преступлении, когда человек совершил, он вот раскаивается, то наказание надо сделать обязательно. Преступление всегда должно быть наказание. Есть преступление. Преступление, допустим, убил, там, ограбил, изнасиловал. Надо все равно наказывать. Но если человек искренне раскаивается, то наказание должно быть смягченным. А если не смягчать наказание, то это означает, что нет гуманизма в этом мире. То есть нет доброты, нет любви совсем. То есть этот мир, значит, соткан из одной жестокости просто, и все. Ну, то есть этот наказал, убить, там, кровная вражда сразу, кровь за кровь, жизнь за жизнь, там, око за око, глаз за глаз. Вот. Понимаете? То есть это не божественные принципы. У Бога есть карма. Карма означает, что посеешь, то и посеешь, карма. Но если смотреть смысл, вот весь глубокий, вот такой большой, такой очень большой смысл вообще этой жизни, взять вообще в жизни нашей, то смысл — это движение к Богу. И все законы, что такое грех? Грех — это то, что уводит человека от Бога, а добрые дела — это то, что ведет человека к Богу. К Богу ведет бескорыстие. Душа должна очиститься от эгоизма. Любые грехи означают для себя человек что-то делает. Для себя сделал грех. На благо других сделал праведный поступок. Все, что грех — это плохая судьба, за это мы наказаны. Все, что праведный, наступок — поощрение. Но если человек направлен к Богу, и он совершает грех, как-то так получилось. И он раскаивается, и он молится, то тогда в этом случае нет необходимости его наказывать, потому что он и так уже на правильном пути, и он делает все, что надо для того, чтобы развиваться. В Бхагавадгите есть один стих интересный. Там такой санскрит интересный. Русский даже, по-русски можно поменять. «Апи-чет-су-дура-чаро». «Дура-чаро» означает «дурак дураком». Даже если человек дурак дураком, или грешник грешником, «апи-чет-су-дура-чаро», «баджате-ма-ман-ан-я-бак», если человек очень предан Богу, то есть как святой молится, совершает очень серьезные духовные усилия, «са-ду-ре-ва-хи-ман-табья», следует уже сейчас прямо считать этого человека святым, «сам-я-ква-бьевахи-то-хи-са». И в этом нет никаких сомнений. Это Бог говорит сам. Багладгита — это Бог говорит. Это не много произведений, когда пророки говорят, а это сам Бог говорит. Понимаете? Это очень редкое произведение. Он говорит, в этом нет сомнений. Потом следующий стих он говорит, «Кшипрам-бабаде-дар-мат-ман». Очень скоро этот человек станет очень серьезным праведником. Скоро, он говорит. Скоро этот человек станет праведником. «Шашватшантим-ни-гач-хати». Он очень скоро достигнет глубокого умиротворения в жизни. Каунтия-прати-джани-хи, он говорит к тому, к кому обращаются, он говорит, «О, Арджуна, заявляй всем, всем заявляй. Нами, Бабта, Пронашите». Такой человек, который полностью предан Богу в своей жизни, никогда не деградеет. Кем бы он ни был в прошлом. У меня был такой интересный случай. Обычно люди ко мне подходят, вот так спрашивают. И один человек подошел, говорит, «Ну, какой груст на мне грехов? Какой на меня сейчас груст грехов?» Я смотрю на него, такой у меня аж холодно стало. Я говорю, «Вы, по-моему, в прошлой жизни кого-то убили». И он такой говорит, «Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много в кого поубивал». Вот. Я говорю, у меня аж похолодел, такой взгляд холодный такой. И он говорит, «Ну, я начал слушать ваши лекции, я сейчас молюсь». Всех, кто со мной был вместе, там он был по найму, что ли, убийца, что-то такое. Всех, говорит, кто со мной вместе был, они все уже сидят на больших сроках. Но меня что-то не сажают. Никто меня не выдает, меня не сажают. А я просто молюсь, молюсь Господу. Мне вообще ничего в этом мире не надо. Я хочу просто, ну, свои грехи отмолить, очиститься от всего, что я сделал. Я хочу быть честным человеком, очиститься. Он мне так рассказывает. А на нем такие грехи, жуткие, вроде. Смотри, у меня школа внутри идет. И Бог ему дает возможность. Его не сажают. Ничего с ним не происходит. Потому что он все осознал, этот человек. То есть есть в этом мире карма, а есть милость. Совершенно две вещи противоположные. Карма – это то, что посеешь, что и пожнешь. А милость – это прощение. Это идет от Бога лично. Есть личность Бога, а есть его энергия – карма. Карма – это просто закон. Это не личность. Это просто закон. И вот этот закон, он беспощаден вообще. Он очень жестко всех наказывает. А личность Бога, она очень милостивая. И если человек к Богу устремился всем сердцем, он хочет милости, то Господь ему дает милость свою. Но надо понять, что такое милость вообще. Карма – это то, что затуманивает мозги. Греховные поступки человеку закрывают истину. Они его, ну, затмевают ему истину. А милость – это когда истина открывается. И очищение от грехов означает знание. Вот настоящее очищение от грехов означает знание. Вот, допустим, одна девушка ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, я совершил аборт, сейчас я молюсь сильно. Сначала я вообще не чувствовал, вы говорили в лекции, что аборт – это убийство плода. Но я не чувствовал, что я кого-то убил. Я просто начала молиться. Когда я молилась долго, я почувствовала, что я убила своего ребенка. Начала сильно страдать. Потом я дальше начала молиться и успокоилась в моем сердце. Но я получила знание, что никогда в жизни я больше этого не сделал. она спросила, я отработала свою карму или нет? Я говорю, да, полностью отработала. Она говорит, а почему вы такую считаете? Я говорю, потому что вы получили знание. Знание – это и есть то, чем заканчивается победа над своей судьбой. Какие бы греховные поступки человек ни совершал, он может очиститься. был один бандит такой, жуткий бандит. Это вообще было давно, 15 тысяч лет назад. Был такой жуткий бандит, который грабил караваны и убивал людей, забирал богатства и просто приносил свою семью. У него большая семья была, дети, родители и все прочее. И к ним пришел великий святой. И он ему говорит, зачем ты это делаешь? Он говорит, да я больше ничего не умею делать. Я вот только могу грабить, убивать. Больше ничего не умею. Но мне надо кормить, у меня большая семья, мне надо как-то их кормить. Он говорит, святой, ну а что ты готов за все, за всех в аду гнить тысячелетиями, за всех своих родственников? Он говорит, ну они тоже же как бы готовы, потому что они же знают, чем я занимаюсь. И этот святой говорит, да ты сходи, спроси. Они с тобой в ад готовы идти, нет? И он пошел, говорит, вот мы как бы, я граблю, но для вас это делаю. Вы готовы в ад ко мне, со мной пойти, родители? Он говорит, нет, конечно, это же ты нам зарабатываешь, на жизнь, мы уже старые, ты как можешь так зарабатывать, это твои проблемы. Жену спросил, она говорит, нет, детей спросил, нет. Все, кто на его попечении родственники были, все отказались. Говорит, это твои проблемы, ты сам иди ват, ты зарабатываешь нам, а мы просто, вот мы не можем работать, поэтому мы не виноваты. он тогда пришел к этому святому и говорит, я все понял, я хочу отречься от мира, я все понял, что у меня нет выхода. Он говорит, садись, вот тебе такая-то молитва, простись, садись и молись. И он начал совершать молитвы, проститься, долго это делал. Вот. И очистил полностью свое существование, стал святым. И потом он настолько возвышенным святым стал, что он описал приход Господа и полностью всю его жизнь описал, как он жил. И так появилось Ромаина, вот это произведение, Ромаина. Написал Валмики, святой, который до этого был бандитом. И он настолько чистым стал, что Бог ему дал право описать свой приход, полностью предсказать и описать его жизнь. Господь жил на земле, а Валмики это все описывал. Он видел это своим духовным видением, видел, как происходит жизнь Господа. Интересно? Какое произведение? Поэтому милость есть, ее никто не отменял. Даже если вам не хочется, чтобы она была, она все равно есть, потому что любая мать прощает своего ребенка. Любой отец прощает своего ребенка, если тот раскаялся. Прощение – это другой вид отношений. Есть наказание, а есть прощение. Есть наказание, а есть прощение. И если мы отменяем прощение, значит, мы любовь отменяем, доброту отменяем, оставляем только жестокость в этом мире. И все. И Бога считаем злым в этом случае. Что ему пофиг, раскаиваешься ты или нет, все равно тебя будет наказано. узнать, что знание истинное. Из сердца? Только из сердца можно узнать, что знание истинное. Если сердце вам не подсказывает, никто вам не подскажет, вы можете только из сердца узнать. Давайте послушаем стихотворение про рассказы. Может быть, оно вам навеет мысль, что Господь не только прощение посылает человеку, а также и предупреждение. Сейчас вот вам больше похоже на правду. Хорошо. Ваш вопрос? Знаете, я прослушала этот стих, да, я думала, хотела? У вас же вопрос был какой-то. Я вам задать вопрос. И вот вопрос хочу задать Марину вот этим стихом, до этого тоже хотела задать. Вот я знаю, что читать надо молитвы. Ну, не надо, а, ну, вообще, молитвы они ободраживают, да? Это обращение к Богу. Вы знаете, сколько я хочу прочитать, у меня никогда не получилось. Почему? И не получится. Почему? Ну, потому что не надо ждать, когда получится, надо просто читать. Ну, я читаю, да, потом сразу отвлекаюсь, начинаю думать о чем-то, забываю, потом... Надо опять читать потом. Все время возвращаться, возвращаться? Да. Потому что у нас есть наша жизнь, она нас зовет. А есть святость или Бог. У нас очень деликатно к нам относятся, у нас не будет звать. Наша жизнь, судьба, зовет все время, она насилу для совершает. Бог никогда не насилу не совершает. Он не будет. Хочешь считай, хочешь не считай, твое дело. Но человек, который имеет дело с Богом, он возвышается. А человек, который имеет дело с судьбой, он получает наказание. Возвыситься можно, но для этого надо самому выбрать, сделать этот выбор. Никто тебя за уши кинуть не будет. Если хочешь, возвышайся, очищай свое существование. Для этого надо прилагать усилия. А судьба будет заставлять тебя грешить. Судьба заставляет грешить. Вот женщина опутал сильный жар в психике. Она очень сильно горела. Она сопротивлялась. Это длилось полгода. На полгода сопротивлялась той силе, которая заставила ее бросить мужа. Эта сила была связана с поступком ее мужа в прошлой жизни. Он так же сделал, теперь получил ответ. Вот она поступок этот приобрела. Вот. И не смогла как бы противостоять этой силе. И знаете, что произошло, то произошло. То есть судьба это насилие такое, сила, которая нас жарит, заставляет что-то сделать, искушает, мучает нас. А Бог, Он никогда не заставляет, никогда не искушает. Он не навязывается. Хочешь молись, хочешь нет. И поэтому к Богу можно идти только с помощью разума. Человек может прилагать усилия сначала заставлять себя, потом постепенно вкус появляется к молитве. Вкус означает милость уже. Вот люди, которые молятся каждый день, постепенно обретают милость, и они начинают уже в радости духовной молиться. Начинают чувствовать Господа также в какой-то степени. Они постепенно ощущения усиливаются. Бог потом человеку подарки дает свои. Он дает ему добрых друзей. Самый первый подарок от Бога это добрые друзья. Это первый. Люди, которые вот с тобой дружат не потому, что ты вместе там встретились, выпили на праздник, там. Они дружат из-за того, что они обсуждают какие-то возвышенные темы, или они вместе по жизни идут куда-то. Это от Бога уже люди. Это редкий случай. Потом Бог дает изменение восприятия мира. Вот кто, допустим, из вас лекции слушал, 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 и дослушался до того, что вы начали по-другому вообще на свою жизнь смотреть, на этот мир смотреть. Это милость Бога. У нас глаза открылись, увидели, что это все не так, как я думал раньше. Это милость Бога. А может еще потом больше измениться, потому что это процесс такой очень глубокий. Можно вообще увидеть совсем по-другому этот мир, не как вообще люди видят. Можно увидеть, что мы здесь временно живем, что здесь нет ничего важного, как мы все люди очень сильно думают, о, как это важно, там, семья, дом, машина. Если есть обязанности, человек может понять, что есть обязанности, но самое важное, это постигать истину, постигать свою душу, свою вечную душу постигать. Спасибо. Хорошо. Поэтому никогда не будет желаний молиться, пока мы не начнем заставлять себя это делать. Это процесс познания, через знание это происходит. Вот допустим, человек ходит в школу, ему все говорят, тебе надо учиться, ты, блин, вырастешь безмозглым, будешь на свалке жить, собирать эти огрызки, если не будешь учиться. Он такой думает, на свалке не хочу жить, пойду в школу. Такое решение принимает. Ну, и чувство долго идет, просто там учат уроки, потому что он поверил родителям, что как бы учение света, а не ученый в тьмах. Вот. Понял, поверил, начал учиться, а потом понравилось в школе учиться. Понравилось. Но сначала человек всегда заставляет. Обычная концепция жизни, вот, что мне нравится, то и буду делать. Это признак неразумного существования. Так живут животные. Вот, каждое животное, оно, то, что ему нравится, то и делает. И никогда не делает, то, что ему нравится. нравится. Вот, кошки бегут, нюхают, то, что нравится, не нравится, они делают. То, что нравится, они делают. Все. Человек должен делать то, что надо, а не то, что нравится. Вот, допустим, любому мужику нравятся молодые девушки. Вот, Я вам клянусь, что любому мужчине абсолютно нравятся молодые девушки. Вот любому. Даже очень возвышенному. Всем нравятся молодые девушки, всем мужикам. Но одни остаются с женой, потому что так надо. А другие сваливают, потому что нравятся. Вот те, которые сваливают, это неразумные люди. Они не разумом руководствуются в жизни, а просто своими желаниями.